Вечерами Не очень, вечерами светло уже, хороводит весна, хохочет, только что-то не так в душе, без любви на душе, не очень. А где она, любовь моя? Она. В каких краях сейчас она? Одна. Скучает, плачет до рассвета. А может, рядом ждет меня она, и за окном поет ее весна, брожу один я не спеша, любовь моя, моя душа. Оленька, Оленька моя любимая, я хочу с тобой провести всю свою жизнь, я хочу встречать с тобой рассветы и закаты, засыпать и просыпаться в одной постели, готовить для тебя завтраки, ужины и приносить тебе кофе в постель. Любимая моя Оля, выйдешь за меня замуж? Так трогательно. Я вообще давно об этом мечтала. Конечно, да, да, бла-бла. Света, сейчас немножко заигралась, подожди, подожди, а текст, как он? Очень сопливый. Но для такой ситуации самое оно, я думаю, твоей Оле понравится. Думаешь, да. А что за кольцо? Старинное, что ли? Ну да, фамильная драгоценность. Моей прабабке ее сужиной подарил, ну мой прадед, вот. И вот тебе с поколения поколения передается. Ничего себе. Что же за Оля такая, которой фамильное кольцо достанется? Брюнетка-блондинка, хоть бы познакомил. Шатенка. Да, ну, что тебя знакомить? Придешь на свадьбу и познакомишься. Ой, жду не дождусь. Жуть. А скажи, очень сопливо было? Жуть. Ай-яй-яй. Процедура, конечно, не самая приятная, но без этого никак. Нужно каждый день делать массаж языка. Как? Сейчас покажу. Так, открывай ротик. К маме повернись. Язычок наверх. Вот так вот шпателем делать массаж. Угу. Дома каждый день. Ну, и ко мне, конечно, ходить не забывайте. Молодец. Ольга Викторовна, спасибо вам огромное. Вы так хорошо занимаетесь с Сереженькой, у него хоть речь немножко пошла. Ну, не зря же вы ко мне обратились. Но самое главное – регулярность. Так что предлагаю продлить курс еще на полгода. А дальше посмотрим. Хорошо. Каса внизу, не забывайте. И вот мое... Ага. Спасибо. Сереженька, хватит кататься. Иди сюда. Мне прям даже интересно. Кого же влюблять? Такие прожженные прагматики. О, сейчас ты очень не права. На самом деле я романтик. Да ладно. Да, несмотря на издержки своей профессии. Ну, что вы тут щепечете? Работать пора. Сделала примедикацию. Начинаем. Пойдем. Романтик. Да, спасибо вам еще раз. До свидания. Всего доброго. Пока. Здравствуйте. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели мою дочь. Ей шесть лет. Я думаю, что занятия с логопедом помогут ей избавиться от проблем с речью. Добрый день. Как зовут девочку? Оля, ты? Неожиданно. Слушай, а ты совсем не изменилась. Такая же красавица, как и была. Правда? Да. Проходи. Спасибо. А помнишь, нашу конно-спортивную? Нам сколько там? По 14 было? Да. А ты сильно изменился. Я? Серьезный стал в костюме. А помнишь, какой шибутной был? Да не, это с виду такой просто. А внутри такой же оторви ты выбросил. Да, удивительно. А ты знаешь, я тебя недавно вспоминал. Да. Да. А я тоже. Приятно слышать. А давно ты тут логопедом? В частной клинике недавно. А до этого дефектологом в саду работала. Решила делать карьеру. Ну, сам понимаешь, в саду работы много, платят мало. Понимаю. Ну, так ты посмотришь Алиску, а она шепелявит немного. Я не знаю. Может, перерастет, а может, нет. Надо глянуть. Конечно. А где девочка? Девочка? Дома. Не, правда, я заехал так. Спроси сначала. Может, ты дома ее у нас посмотришь? Заодно и в гости зайдешь. Ну, если свободна сегодня. Пульс хороший, давление в норме. Не спешите снимать ее со стола, пускай еще подышит. И введите ей антибиотик. Угу. Благодарю всех за замечательную работу. Спасибо. Ну что, как день рождения Дашки-то справились? Хорошо. Подарок-то мой понравился? А то. Ты же знаешь, альбомы и краски — это наше все. Ты знаешь, ее воспитательница очень хвалит. Говорит, что она лучше всех в группе рисует. – Да? – Да. Ну, привет большой передовой. Хорошо. Света, извини, ради Бога, за любопытство. А ты замужем? А то вроде обручального кольца я у тебя не видела. Неделю вроде в одну смену работаем, а так и толком и не познакомились. Нет, я не замужем. Мы расстались еще до рождения Даши. Ой, мать-одиночка, я таких, как ты, очень жалею. Всегда. А у нас с мужем уже внуки. Вы только уж сильно-то не переживайте. Нам с Дашей вдвоем неплохо, честно. Львова Степановна, вы знаете, какая у Светы дочка замечательная? Знаете, как они дружат? И вообще, у Светы настоящая семья. Вот так вот. Да. Дети — это хорошо. Хорошо, хорошо. Скоро у тебя свои появятся. Ты вообще уверен, что ты к ним готов? Ну, что ты, Микарыч? Слышишь, какая-то ответственность. Ученые на полном серьезе уверены, что мужики только после сорока становятся образцовыми родителями. А тебе сколько? Тридцать пять с хвостиком? Рановато еще, малыш. Малыш, а вот давай нас, что я буду самым образцовым и замечательным родителем. Давай. Ну, кто спорит на такие вещи? Видишь, ты как ребенок, не богу. А я тебе покажу. А что ты меня пугаешь-то? Ну, что ты, хватит меня. На самом деле, серьезный шаг. Ой, столько воспоминаний нахлынуло. Так здорово было. Да. А это твой дворец? Да. Ты знаешь, у меня еще в институте все закрутилось, завертелось. Открыл небольшую строительную компанию, пошли заказы, расширился. Ну, а теперь владею крупнейшим строительным холдингом. О, молодец. Впечатляет. Правда? Да. Проходи. Ой. Добрый день, Артур Сергеевич. Добрый день. Добрый, добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Папа, это ты? Папа пришел! Привет, 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 моя дорогая. Что это у тебя? Ой, какая красота. Алисочка, познакомься. Это тетя Оля. Она логопед и моя давняя-давняя подруга. Здрасте. Здравствуй. Я приехала с тобой познакомиться. Это ты лошадку слепила? Да, из пластилина. Ой, какая молодец. Ну, проходи в гостиную. Что на пороге-то стоять? Ой. Здравствуйте, Артур Сергеевич. Здравствуйте. Какая красота. Ничего себе. С ума сойти. Ну, позанимаешься с Алисой, и я тебе дом покажу. А она может что-нибудь почитать? Мне нужно ее послушать. Конечно. Давай. Петусок, петусок, золотой клебешок. Масленоголовушка, солкобородушка. Что ты, Лана, встаешь, деткам спать не даешь? Алиса шепелявит и «Р» не произносит. Ну, это у нас наследственная. Моя младшая сестра в этом возрасте тоже шепелявила. Любопытно это, Любовь Степановна. Как будто своих дел нет. Ну да, дом-то скучно. Вот и интересуется. Успокойся. Ну, не люблю я, когда лезут в мою личную жизнь. Ну, воспитываю я Дашку одна. Ей какая разница, не понимаю. Ты куда сейчас? Домой. А че так рано? А я для Олечки буду романтический ужин готовить. Ага. Классика жанра. Ужин при свечах. Да, все как полагается. Лепестки роз, свечи, еда. Все красиво, да? Ну, везет кому-то. А ты не завидуй. Эй, не завидуй. Познакомься с кем-нибудь. Такой умный. Легко сказать, познакомься. А все в твоих руках. Ты же у меня умница и красавица. А что ты делаешь? Работаешь? Домой идешь. Работаешь? Домой идешь. Чтобы с кем-то познакомиться, нужно пойти в ресторан, кафе, в театр. Ну, не знаю. На выставку, наконец. Слушай, вот эти вот рестораны, кафе, театры, выставки, это не из моей жизни. Потому что умница и красавица сегодня еще Дашку из детсада забирать. Я и так все время последний перехожу. Позор. Что-нибудь еще прочтешь? Давай, давай. Жили у бабуси два веселых гуси. Один селый, другой белый. Два веселых гуси. Межзубное произнесение звуков. Нужно исправляться. Позанимаемся с тобой, Алисочка, да? Не надо мне заниматься. Я к тебе в комнату пойду. Извини, нужно ответить на телефон. Алло. Да, Игорь. Сейчас не могу говорить, Саня, то что-то срочное? Ну, тогда созвонимся. Попозже. Сюда. Муж? Нет. Просто знакомый. Пойдем. Покажу дом. Мама, дедочка еще не спит. Нет, он нас ждет. Ты не замерзла? Нет. Давай. Спасибо. Нет за что. Добрый вечер. Ну, как он сегодня? Знаете, после обеда хуже стало. Вот решили подежурить около него пока. Понятно. Дедушка, привет. Привет. Ты что-то раскрылся-то? Вот так. Дашуля. Дедуля, ты все еще болеешь? Да. Выздоравливать пора. Я скучаю. Я тоже. Да вроде все было нормально. А вот сегодня что-то голова как-то. Пойдемте, я вам сразу отдам, а то забуду потом. Да не чувак. Да можно потом. Ну что потом? Как обещала. Спасибо большое. Вы не волнуйтесь. Вам спасибо. Все будет хорошо. Хорошо. Дашуля, иди, пожалуйста, ко мне. Пусть дедушка отдохнет. Помоги продукты разобрать, а потом сразу домой поедем. Держи. Спасибо. Оля, а как тебе Алиса? Пластилин у нее любимая тема. Лепет и лепет целыми днями. Наверное, скульптором вырастет. Да, хорошая девочка. Только ты знаешь, она мне показалась немного замкнутой. Или эта Алиса со мной только так? Да нет, со всеми. Я хотел ей отдать в детский сад поближе к детям, но ни в какую. Ну, это не дело. Нужно ей адаптироваться к социуму, и чем раньше, тем лучше. Да я понимаю, я просто, просто не хочу давить. На то и есть причины. Ну, тебе видней. Я хотел у тебя спросить. Ты не торопишься, может, поужинаем вместе? А, давай. А, давай. Так. Пойдём, скорей, скорей, скорей. Тома, прости, 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 пожалуйста. Ой, ну наконец-то. Двадцать минут маршрутку ждали, честно. Ясно. Ну как дела, красавица, а? Помирился со своим ухажёром в садике? Ничего не ухажёр. Что вы глупости говорите? Мне на ухажёров некогда отвлекаться. Я маме помогать прошла. Ой, прости. Помощница моя. Свет, тебе нужно будет сегодня подготовить, значит, паспорта, билеты, ваучеры, памятки по стране пребывания, контакты гида и описание экскурсии успеешь, потому что группы уже прилетают через три дня. Да, я тебя очень прошу, не волнуйся, я всё сделаю. Спасибо тебе. Нет, за что. Себе фирму платят за работу. Свет, как папа себя чувствует? Получше? Не очень. Ну ладно, хорошо хоть не хуже. Сегодня как раз навещали его. Бедная, как ты одна справляешься. Держись, дорогая. Слушай, а у меня что, есть варианты? Не знаю. Вот у меня сегодня свидание. Да ладно. Да. Девчонки, ну, как я? Выгляжу? Роскошно. Я когда вошла, я сразу увидела, что ты сегодня красотка. А кто он? Зовут Андрей. Всё, по-моему, я уже опоздала. А подробности? Потом. Девчонки, пока. Светка, деньги на столе. Пока? Пока. Светка, удачи! Ну что, тебе было вкусно? Очень. Очень. У тебя отличный повар. Правда? Передам. Ну что ж, ещё раз за нашу не случайную встречу. Оля, я хочу, чтоб ты знала, я воспитываю Алису один. Один? Да, один. Её мать умерла. Мне очень жаль. Может, поэтому она такая, ей не хватает материнской ласки, тепла? Ну, тогда всё объясняется. Не, ну, конечно, есть няня. Ну, ты же понимаешь, любви за зарплату не бывает. Да, я как никто другой это понимаю. Меня саму с трёх лет тётя воспитывала. Алису? Я, конечно, не называю её мамой, но её любовь для меня даже до сих пор большая поддержка. К сожалению, не у всех так бывает. Согласен. А давай за наш первый поцелуй. Ты помнишь? Конечно, помню. Я очень рад, что я тебя встретил. Я тоже. Вечерняя программа, телевизор, масочка для ревица. Конечно. Золотой лифтинг. Прекрасная вещь, между прочим. Присоединяйся. Очень полезно. Я знаю. А чё ты так сияешь-то? Неужели Игорь предложение сделал? Нет. О, от тётя. Кремик, мне принеси, пожалуйста, там вот с экстрактом липы, мой любимый, ты знаешь. От тётя, говорю, полгода голову морочит. А знаешь, с кем я сегодня ужинала? Нет, пока. С Артуром. С Артуром это? Помнишь, конно-спортивная школа? А, да, конечно. Он мне тогда нравился жуть. Ну и что? А мне показалось, что я ему и сейчас очень нравлюсь. Так, ну-ка, 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 поподробнее. А мне? Кем работает? Безусмен. Прекрасно. Недвижимость? Ай, двухэтажный дом, загородный. Ох, великолепно. Но есть один минус. Женат? Хуже. Дочка. Алина, ты посмотри, какой надой-то у красавицы, а. Может, расширяться пора? Еще коровку возьмем. И еще одну. Ну да, что скажут? Алина, ну опять эта страхолюдина здесь. Что? Ну какая страхолюдина? Ну не страхолюдина, а это садовый гном. Ой, ничего не понимает в дизайне. Куда ты его понес? Федор, поставь на место. Федь, ты как знаешь, а я не знаю, на сколько меня еще хватит. Давай, проходи. Здрасьте, привет. О, привет. Привет. А я с Дашкой. Суббот-сад не работает. Хотела с Томкой ее оставить, ничего не получилось. Ты не против? Ну конечно не против. Молодец, что перевела. Привет, Дашуль. Привет. Ну что, взяла с собой цветные карандаши? Взяла. Молодец. Будешь нам помогать вести журнал. Давай. Будешь записывать туда имена пациентов. О! Да. На, держи. Какая ты стала деловая, а прям взрослая стала. Да, мам, привет. Привет. Ну, как ты там? У меня все нормально. Жив, здоров, все прекрасно. Не женился? Да нет, мам, ну еще не женился. Ну куда я без тебя. Ты мне лучше про себя рассказать, как ты там в своей деревне обитаешь. Как ты с Федором Ивановичем не ругаетесь? Ну, это не телефонный разговор. Приезжай, все и увидишь. Сам. Мам, ну ладно, ладно. Да заеду, заеду. Так, хорошо. Давай, давай. Целуй тебя, давай. Ты что, мама в деревне? Представляешь, уже три месяца. Ну, не ворчи, не ворчи. Ты же сама этого хотела. Я? Да. Да я хотела цветочки выращивать, в лес ходить за грибами, в речке купаться. А я с палкой, по огородам за животиной скачу. Алиношка. Смешно прям. Ну, это ты просто не привыкла еще. Ну, как можно и в деревне без хозяйства. А, хозяйственный ты мой. Ну, ты не волнуйся. Ведь главное, нам тут хорошо вдвоем. Правда? А, умеешь ты уговаривать. Ну, раздай-ка. Иди умойся. А то сейчас завтракать будем. Она как замуж вышла за этого, Федор Ивановича, так сразу к нему в деревню и переехала. Они до пенсии на заводе технологами были. А потом купили домик в деревне. Ну, и хозяйство там завели. Романтика. Курочки, коровки. Курочки, коровки. Да, не издевайся. Она скоро сбежит от этой романтики. Дашка, чай будешь с баранками? Ну, мам, я же работаю. Артур, солите же, только на понедельник назначен. Привет. Это тебе. Спасибо. Красивая. Ну, я проезжал мимо, подумал. Суббота, короткий день, вот и решил заскочить. И цветы, случайно, в машине оказались. Подловила, подловила. Так, я предлагаю. Может, пообедаем? Сейчас? Да, соглашайся. Не пожалеешь. Ну, и как прошел романтический ужин? Она оценила? Предложение сделала? Да, Оля встречу отменила. Она же устает. Все-таки работа с детьми. О, ну, это я как раз понимаю. Тут со дной ты так намаешься, что Света Белого не видишь. Ну, прости, прости. Ну, что бы я без тебя делала? А? Посмотри, как распогодилось. Артур, ты непредсказуем. Сработай и сразу к лошадям. Познакомься. Это бонус о ласковой Дяше. Здравствуй, Дяша. Здравствуй, Дяша. Ну, что? Прокатимся верхом. Ой, я бы с огромным удовольствием, но ты же видишь, в каком я виде. Ничего-ничего. Я все устрою. Пойдем. Мам, смотри, как мы с Игорем умеем. Опа! Опа! Держи. Эх, жалко, что я так не умею. Свет, Свет, Свет. Слушай, может, это плохой знак, что она не пришла? Да, да. Гадя, ты разве суверный? Да все нормально будет. Вчера не получилось, сегодня получится. Спасибо тебе, Артур. Так приятно. Ну, мы можем приезжать сюда, когда захочешь, только скажи. Правда? Да. Эту усадьбу я построил два года назад. Она твоя? Угу. Не хватает только хозяйки, любящей лошадей, как я. А давай потом с тобой на перегонки, как когда. А, правда? Да. Ну, давай. Ну, смотри, тебе меня не обогнать. Олечка, ты просто прекрасно выглядишь, просто супер. Олечка, у меня к тебе очень важный разговор. У меня к тебе тоже. Угу. Да. Да-я-я-я. Олечка, в последнее время у нас не получалось с тобой нормально встречаться, ну, это все ерунда. Глупость. Игорь, я встретила замечательного человека. Это хорошо, замечательно. Пожалуйста, не переверни меня, потому что то, что я сейчас скажу, это очень важно. Я хочу быть честной с тобой. Он мой давний друг. Бизнесмен. Заводь Артур. Артур, бизнесмен. В смысле? Прости, я выхожу замуж. Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ Игорь Олегович, вы сегодня такой суровый, даже подходите, страшно. Подпишите? Игорь, ну ты чего? За целый утро ни одного слова не сказала, на тебя не похоже. Что-то случилось? Игорь? Я Ольге предложение сделал. Да? Ну и где радость? Или тебя всё-таки пугает мысль о предстоящей свадьбе? Он меня бросил. Кто? Подожди! Стой! Ольга? Тебя? Да? В каком смысле? Игорь! Игорь Олегович, я вас ищу как раз. Завтра оперируем Парфенова, давайте решимся о незакрытых вопросах. Да, конечно. Игорь, извините ради Бога, я хотела вас спросить, а Ольга это ваша жена? Любовь Степановна, прекратите лезть в мою личную жизнь, пожалуйста. Господи, а что я не так сказала? Игорь! Оля, ты обворожительна. Спасибо. Оля, ты обворожительна. А ты сводишь меня с ума? Оля, ты обворожительна. Аппарат вызывает, что абонентом выключен или находится вне зоны телекрессии. Игорь. Алло. Привет. У тебя что-то срочное, я не могу сейчас разговаривать, я работаю. Игорь. Да вот, Светик, пришел попрощаться. Чего? Попрощаться, Светик. В каком смысле? В прямом. Это что, шутка? Или ты пьяный? Эх, Светка, жизнь хороша, да, не важно совсем. Алло. Пока, Светуль. Алло. Так. Мама, я закончу. Молодец. Мы к дедушке сегодня поедем? К дедушке? К дедушке. Нет, не думаю. Так, быстренько одевайся. Давай. А куда мы едем? К дяде Игорю. Где же этот загранпаспорт? С ветерком прилечу по хайвею, в океане увижу кита. Паспорт загран. Сергеев, что у тебя случилось? Все хорошо. Фу, понятно. Так, ничего себе. Ага, отлично. Э, ты куда, куда? Выливать. Ты садистка. Ты вообще соображаешь, как ты меня напугал? Попрощаться он решил. Я не знала, что думать. Я просто в путешествия хотел съездить. Байк купить, кругосветку, кита за хвост схватить. Ну, мечта детства. Знаешь, что мне интересно, Сергеев? О чем ты завтра утром мечтать будешь? Путешественник фигов. Дашуль, хочешь, я тебе фокус покажу? Угу. Давай. Сейчас обратно вставлю. Я все видела. Ты палец в кулак спрятал. Нам такой фокус в садике показывали. Ты понял? Даже фокус не могу показать. Значит так, фокусник. Быстро ложись на диван и проспись. Ясно? Дашуль, пойдем, я тебе в спальню постелю. Вот. Ну, давай. Осваивай новое место. Спокойной ночи. Ложись. Так. Опа. Все. Спи. Спи. Федя! Федя! Да! Да здесь я, здесь! Чего? Фёдор, я так больше не могу. Я устала. Я хочу в город. Алин, ну ты просто не привыкла ещё. Ну потерпи ты чуток. Да. Вот я, к примеру, я в этот город вообще не ногой. Да что же я всю жизнь на тебя равняться, что ли, должна? Алин, ну подожди ты! Перестань, уйди. Слушай, да, Света, я узнала. Случилось что? Так. Я поняла. Света, спасибо тебе. Утром буду. Подожди, а ты, ты, ты куда? Домой. У Игоря проблемы. Ты надолго? Навсегда. Вот мне где твоё приусадебное хозяйство. Ну подожди, подожди. А как же романтика, эти закаты, восходы на лугу? Да? А мишки с комбикормом? А ведра неподъемные с водой? А эти руки, которые от земли не отмываются? Извини, Фёдор. Я от другой пенсии мечтала. Чемодан достань мне, пожалуйста. Всё. С романтикой покончено. Ой, привет. Привет. Давно тебя не видела. Что, сыночка приехала проведать? Ага. Да, нет. Я насовсем вернулась. А что в деревне? Не случилось? Да понимаешь, слишком разные мы. С Фёдором Ивановичем оказались. Я долго не решаюсь. В общем, он сам виновен. Ладно, потом расскажешь. Да. Я щас тороплюсь. Заскочу к тебе как-нибудь на чаю с пирожками, с твоими. Хорошо. Поболтаем. Давай. Счастливо. Пока. Да. Я согласна. Игорь. 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 Сынок. О, проснулся. Путешественник. Игорь. 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 Мам, Свет, а чего вы здесь делаете? А? Мне как вчера Света позвонила, я сразу примчалась. Ох! И напугал ты нас. Она с тобой всю ночь просидела. Спасибо ей. Ма, Светка хороший друг. И Дашка у неё хорошая. Мам, у меня башка раскалывается. Ужас просто. Игорёша, зачем ты себя так мучаешь, а? Ну пойми, ну нельзя же так. Как будто других девушек нет. Найдёшь ещё себе. Ты у меня вон какой. Красивый, видный. И врач хороший. Мам, пожалуйста. Хоть ты меня не пытай. Пожалуйста. Знаешь, сынок, а мне поначалу Оле даже понравилось. Хваткая такая девчонка. И после этого я бы на твоём месте даже вспоминать не стала. Ой. У неё с Артуром этим всё несерьёзно. Ой. Оля меня любит. Да, только меня. О, Господи. Артурчик, я уверена, тётя от тебя будет просто в восторге. Оля. Оль, Оль. Игорь, зачем ты пришёл? Прошу тебя, подумай ещё раз. Ну зачем тебе этот Карлсон? Ты же его не любишь. Игорь, между нами всё кончено. Я люблю его. Когда ты наконец-то поймёшь? Я тебе не верю. А мне всё равно. Мы подали заявление в ЗАГС. Оль, Оля. Оль, подожди. Оль, подожди. Ну подожди. Игорь, я думаю, вам лучше оставить нас в покое. Понятно? Вам Оля всё объяснила. Собери. Собери. Здравствуйте. Приветствую. Иди сюда, моя хорошая. Артурчик, ты у меня самый лучший. Я здесь мечтала в Парижный медовый месяц. А ты осуществил мою мечту. Ладно. Пойдёмте. Ты ещё о Венеции мечтала. Да. Ты осуществил почти все мои желания. А, почти. Дорогой, ты же знаешь, что все мечты девушки осуществить невозможно. Дорогая, я буду стараться. Дочь, а ты что скажешь? Я хочу к себе в комнату. Пойдём. Возьмите. С приездом. С приездом, с приездом. А я в душ. Ты со мной. А я к дочери. Ну, тогда увидимся за обедом, любимый. Алис, подожди. Оставьте нас одних, пожалуйста. Алис. Алис, ты её не любишь? Олю, давай только честно. Она плохая. Солнышко, ну почему? Она не как мама. Ну, конечно, не мама. Мама была другая. И мне её очень-очень не хватает, правда. Но Оля теперь тоже наша семья. Вы с ней подружитесь. Обязательно. Нет, не подружимся. Ты любишь больше, чем меня. О, ну-ка, кто тебе такое сказал? Иди сюда. Ты что? Как вообще могло тебе прийти такое в голову? Ты что, ты что? Я тебя очень люблю. Очень-очень. Очень. Больше всех на свете. И так будет всегда. И ты это запомни. Игорь. Ну всё, ну хватит уже. Ну сколько ты себя ещё будешь изводить? Всё, Ольга замужем. Да пошла она к чёрту ещё страдать из-за неё. Давай, выбрасывай это всё из головы, нафиг. Да я пытался всё выкинуть, не получается. У тебя и не получается. Потому что у тебя только работа и куча свободного времени, чтобы страдать. Надо себя чем-то занять. Господи, я не знаю, хоть с парашютом прыгни. Может тебе на курсы пойти? Итальянского там или английского? Отпуск. Возьми отпуск, я тебя прикрою. Поедешь на какие-нибудь острова или в Европу, я не знаю, куда ты там мечтал. Прости, пожалуйста. Как я дурна, прости. Я тебе обещаю, я больше никогда не буду к тебе лезть с этим. Ну и правильно сделаешь, что из деревни вернулась. А то кислый сейчас-то. Или скучаешь всё-таки? Я? Да нет, это пускай Фёдор Иванович скучает. Объедение. Ну только ты такие пироги умеешь делать. Ну садись, угощайся. Значит, у Игоря с Олей всё? А давно уже? Только он никак забыть не может. Ну это дело поправимое. Да. Ну и как это поправить? А племянница у меня есть. И умница, и красавица, и хозяйка хорошая. Твой-то Игорёк к домашней еде приучит. Сбаловала мальчика. Ну и что за племянница? Эля, двадцать восемь лет. Работает старшим менеджером в очень приличной компании. Познакомить их надо. Ну, я не знаю, как Игорь на это среагирует. Правильно среагирует. Ты только замотивируй его со своей стороны, а я с Элей поговорю. Авария. Машина за роги слетела, гамма, лепёшку. Парень рубашки родился. Живой после такой аварии, но давление падает. Похоже, внутренние кровотечения. Рентген, УЗИ начинаем. Хорошо. Я ей говорю, девушка с такими габаритами, я не могу взять работу джакея. Она что? Она обиделась, говорит, у меня международный диплом. А я ей говорю, езжайте туда и устраивайтесь на работу, где мы выбрали международный диплом. Не из чего мне голову морочить. Слушай. А давай ты меня в магазин забросишь, а я там к тече зайду. Алисочка, солнышко, тебе купить что-нибудь? Пластилин или краски? Ничего мне не надо. Не обращай внимания на сутратном настроении. Ладно, пойдем. В общем, я тебя в обед заберу, а ты пока тете про свадебное путешествие расскажешь. Па, ты как? Замечательно. Ты знаешь, тут сосед обещал меня научить на гитаре играть. Да ладно? Да. Буду петь серенаду. Под оконами третьего этажа. Держи. Сейчас. Спасибо. А есть кому петь? А у тебя-то есть кто? Кто тебе будет серенаду петь? Нашла? Времени нет искать. Кто-нибудь нравится? Он нравится. Игорь, мы с ним работаем вместе. Толку-то? Мы друзья. Просто друзья, папа. Молчи. Вот и молчи, умник. Тетя, привет. Оленька. Золото мое. Красавица. Красавица. Зайкала тебя навестить. А я уж думала, ты меня забыла совсем. Ну что ты, я сразу из свадебного путешествия к тебе. Боже мой, какая красавица. Ой, как ты изменилась. Ну, проходи, проходи. Сейчас мне все расскажешь. Проходи. А у меня вот, смотри-ка, новое приобретение. Видишь, красота какая. Сейчас совсем упадешь. Осуществила свою давнюю мечту. Смотри. Ты видишь? Красота какая, да? Потрясающе. Никогда в жизни не могла себе этого позволить. А вот сейчас спасибо, Артурчик. Очень стильно. Стильно. Красота. А мы тебе еще сюрприз из Парижа привезли. Да что ты? Да. Сейчас принесу. Ну-ка, 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 ну-ка. Та-дам. Та-дам. Боже мой. Прямо с Елисейских полей. Тебе. Ой-ой-ой. Так, что ж там такое? Красота какая-нибудь с Елисейских полей. Ой, боже мой. Это ж мой любимый цвет. Такой вот тухлопастельный. Смотри-ка. Ой, фасон какой. Ты знаешь, я в восемьдесятом году точно такое же купила, когда от Василия Семеновича уходила. Дорогое, наверное. Еще бы. Не коротенькое. В самый раз. Твои ножки прекрасные показываются. Ой-ой. А ты чё такая грустная? Не случилось ли чего? Да я не знаю, что с ней делать. А что? Она меня ненавидит. Кто? Да, Алиса, это. А, это плохо. Это очень плохо. А ты должна во что бы то ни стало с ней подружиться. Слушай, может быть, какой-нибудь карайчик по низу пустить или таракот, перчик? Чё, это ты с ума сошла? Это же Париж. 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 Так как мне с ней подружиться-то, а? Париж. 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 Ну, как же думал Оля, моя судьба. Мам, я тебя прошу, я тебя умоляю. Я сам со своей жизнью разберусь. Хорошо, мамуль? Не лезь. Да не хорошо, Игорь. Ну, ты хотя бы подумай об этом. Подумаю. Артурчик, а давай мы здесь сделаем гостевую усадьбу с русской баней и санкой. Ну, неплохая идея. А с той стороны в детскую усадьбу. С конно-спортивной школой, как у нас было. Алисочка, солнышко, ты же хочешь здесь с другими детками на лошадках кататься? Нет. Почему нет сразу, солнышко? Ну, мы подумаем. Подумаем. Давай сама, давай. Оп. Дорогой, а почему тебе все мои идеи не нравятся? Ну, почему не нравятся? А ты назови хотя бы одну, которая бы тебя заинтересовала. Ох, малыш, надо подумать. Что-то ты мне подозрительнее стала. Пойдем кофейку выпьем. Кофе-то мы выпьем. Только ты от ответа не выходи. Чего-то я так устала. Давай. Пока. Ну да. До свидания. До свидания. Свет, а что ты делаешь на выходных? Да, ничего особенного. Как всегда. Подъем, завтрак, уборка. И с Дашкой в парк. А что? А не хочешь на один день на экскурсию в деревню съездить, а? Мышечки пожарим, Дашку на животных посмотрим. Мне просто у Федора Ивановича некоторые вещи надо забрать. До свидания. До свидания. Вот. Я бы вас заодно взял бы. До свидания. Ну, конечно, да. Супер. Конечно, поедем. Во сколько? Давай пораньше выйдем. Ну, так тогда без пробок получится. Хорошо. Мамочка. Мамочка. Я к Алисе. Приходи скорее, Этьфер. Привет. Привет. Давно ждешь? Да нет. Привет, дядя Игорь. Давай. Ну что, поехали в деревню. Залезайте. Ладно. Спасибо. Опа. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы к вам в гости приехали. Здравствуйте. Игорь Иванович. Федор Иванович. Рад. Я Света. Моя коллега по работе, а это вот ее дочка. Даша. Федор. Очень приятно. Приятно. Вот приехали вашу живность посмотреть. Покажете? Конечно, покажу. Идем? Милосты просим. Пойдем. Красотища. Ну что, как вы видите, а? Нормально, нормально. Пойдем. Какие хорошие. Да? Света с Дашкой надолго это запомнят? О, как сияет. Еще бы. Давай, давай. Не на них. Ну, вещи я собрал, ну, везешь. Ну, ты поговорил, смотри вот это, Игорех. Хватит дуться, пусть приезжает. Обиделась, что я больше внимания буренкам уделяю, чем ей. Хозяйцев же время требует. Мама, смотри, смотри, смотри. Да поговорю, конечно, чё другое, поговорю. Но, если честно, только между нами, я очень удивлен, что моя мамулечка так долго здесь продержалась без цивилизации. И дал ей эту цивилизацию. Пылища, грязь. Да дети, вон, у компьютеров глаза портят. Дашка-то, поди, корову только в интернете видала. А? Даш! Дорогая, сейчас отойду на секундочку, мне нужно сделать сколькие распоряжения, а потом поедем. И ты мне расскажешь по дороге о своих планах по расширению усадьбы. Ты же тут уже почти хозяйка. Спасибо, дорогой. У меня планы, целая куча. Все, я пошел. Я быстро. Давай. Эй, ты! Знаешь, кто я? Так вот, с сегодняшнего дня все работы с лошадьми, встреч, чесать и так далее за конюшней. Ясно? За конюшней места нет. Там же хозблок. Ничего, поместитесь. Выполняй. И прислоги остальной передай. У нас здесь прислуги нет. Это что? Ты еще огрызаешься? Я дело говорю. Надо же. Без году неделя здесь и уже свои порядки заводят. Что ты сказал? Ты говоришь, что я здесь никто? Да ты уволен. Пошел вон отсюда. Наймем других, которые свое место знают. Так, что происходит? Да, вот. Он меня оскорбил. Он мне сказал, что я здесь никто. Георгий, подойдите сюда, пожалуйста. Георгий, это Оля. Моя жена. И хамства я не потерплю. Идите работать, я с вами потом разберусь. Ясно? Идите, идите. Родная, прости, но он прекрасный конюх. Я не знаю, что на него нашло. Я боюсь, она не кусается. Нет, Даша, она хороших девочек не трогает. Давай, я сейчас тебе покажу, как коровка молочко дает. Вот здесь у нее вымя. Вот коровка травку ест, а из вымени молочко бежит. Интересно, Даша? Да. Ну, тогда иди сюда. Научу тебя коровку доить. Хочешь? Хочу. Хорошая, Милка, хорошая. Вот, смотри. Господи, как же хорошо. Даже дышится по-другому. Я смотрю, ты здесь тоже повеселел. Наконец-то. Я не понимаю, как твоя мама могла отсюда уехать? А знаешь, что она сказала? С милым рай, конечно, и в шалаше, но в городе покомфортней. Ничего себе, шалаш. Мне бы такой. Эх, вишня. Для шашлыка-то самое то. А это разве не яблоня? Нет, Даша, это вишня. Яблоня вот растут. У них на коре рисунок раз. Мам, я теперь все-все деревья в саду знаю. Хочешь, я тебя научу, как отличать? Ребята, сначала шашлык, потом все остальное. А мы не против. Артурчик, я так тебе благодарна за этот браслет и сережки. Они просто великолепны. Это всего лишь небольшая компенсация за недоразумение на конюшне. Оля, свои драгоценности ты будешь хранить вот тут. Хорошо, дорогой. А чья это шкатулочка? Моей первой жены. Ясно. Извини. И вот еще что. Мне бы очень хотелось, чтобы ты нашла общий язык с Алисой. Алисой. Конечно, любимый. Обязательно найдем. Алиса не простая девочка. Но я буду очень стараться. Мне бы этого очень хотелось. Давай, отстегивайся. Ой, поползай. Ничего не забыла? Все проверила? Да. Слушай, ну спасибо тебе. Просто лучшие выходные. И Дашка воздухом подышала. Пойдем. Тебе понравилось Дашу? Да. Коровку с дядей Федором таить. И курочек кормить. И еще. Так, ладно. Дальше я сама. Да, точно? Точно, абсолютно. Ну ладно. Езжай. Спасибо еще раз. Пойдем, а тут холодно. Хорошо. Давай. Все. Пока. Пока-пока-пока. Даша. Я тебя люблю. Пока. Пока. Пойдем. Поможешь? Мам, я вернулся. Иду, иду. На, приданное принимай. Ой. Так. Все время о тебе расспрашивал. Может быть, зря ушла? Значит, он тебя уже тоже обработал. Все понятно. Обработал. И я был не против. Ага. Может быть, вернешься к нему? Ни за что. У нас с Федором Ивановичем неразрешимые противоречия. Да? Да. И какие? А вот такие. Его буренка, семь коз и поголовье куриц. Мамуль, куры поголовьем не исчисляются. А у меня исчисляются. И вообще, не умничай. Ну ладно, хватит об этом. Мам, тебе от Светы с Дашей большущий привет. Спасибо. Ну, мамуль, ну не дуйся, пожалуйста. Да ну тебе. Федор Иванович сегодня учил Дашку, как к корову дойти. Представляешь? Дашка первый раз в жизни увидела корову. Так испугалась. Ну да. Дашка такая смешная, деловая такая. Ага, и у тебя могла быть такая. Знаешь, это в тебе отцовский инстинкт срабатывает. Про семью и детей. Мам. Ну, может, все-таки встретишься с Элей, а? Посмотри, она такая хорошенькая. Доброе утро. Алис, поплаваем вместе. Я не хочу. Так и знал, что ты здесь. Так и знал, что ты здесь. Алис. Сегодня вечером деловые партнеры устраивают ужин. Хотел взять тебя с собой. Поняла. Буду выглядеть потрясающе. Да ты всегда потрясающе выглядишь. Через неделю мы же вы снимем и вас выпишем. Все нормально. Хорошо. Игнатов, ну обед же в больнице был уже. Ну что вы делаете? Вам же жирное нельзя. Так у вас все диетическое. Сами попробуйте. Хотите вообще поставки обеда в больнице организовать? У вас ведь невкусно кормят. Класс. Попробуйте. Нет, спасибо. А что за ресторация? Орхидея — наш ресторан. Недавно открылся новый зал. Еда — сказка. Выпишусь, обязательно схожу. Если скидочную карту подарю, подарю. И вам подарю. Орхидея сейчас очень модное место. Кроме шуток. Ну, за карту спасибо, конечно. А вы через час зайдите на перевязку. Я вас умолю и Игнатов. Поосторожнее с этим, ладно? Я еще один возьму. Восьми, а тарелку мне. Давай, до дома тебя довезу. Да ты сам, небось, посленочной устал. И это нормально. Ну, тогда спасибо. Я вообще умираю. Угу. Ой, сейчас. Алло. С папой что-то? Плохо, да? Так, подождите. А вы ему таблетки давали, которые я в прошлый раз привозила? Я поняла. Да, хорошо. Сейчас скоро буду. Угу. А что с папой? Где он? Что-то ты ничего не рассказываешь? Слушай, такая длинная история. Он года три назад очень серьезно заболел. У меня был выбор. Либо я все бросаю и ухаживаю за ним, либо отдаю его в платный пансионат. Но бросить я все не могла. Мне ж Дашку надо еще поднимать. Ну да. Пришлось отдать. Но ты знаешь, там очень хороший круглосуточный медицинский уход. Ему там правда лучше. Я стараюсь почаще к нему приезжать. Ой, Боже. Ну ты мать даешь, а? А что ты раньше тебе не сказала? Может я помог бы как-нибудь? Да не хотела я на тебя свои проблемы. Я ж зачем? Так. Все. Давай поехали к папе. По дороге все расскажешь. Пошли. Осторожно. Сейчас. Давай. Садись. Спасибо. Ну как он? Без изменений почти. Просыпается уже, по-моему. Ну все, я пойду. Не буду мешать. Все. Светочка. Привет. 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 Па, это Игорь. Мы вместе работаем. Света очень много говорила о вас. Пап, не слушай его. Хорошего. Пока. Вы играете в шахматы? Ну… Как вам сказать… Ну так, немного. Совсем немного. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вы торопитесь, Света? Да. Дашку надо запусти. Ну бегите, бегите. Что тебе в следующий раз принести? Ничего не нужно, кроме… Если можно, где-нибудь найди шахматы большие. А то эти как в поезде. Па, я постараюсь. Постараюсь. У тебя мировой папа. Да. Он боец. Мне кажется, ты ему тоже понравился. Да? Да. А что ты ему нормальные шахматы не принесешь? Слушай, ну это целая история. Надо поехать, найти, убить, потом привезти сюда. У меня времени ни на что не хватает. Ну понятно, понятно. Ну сейчас ты домой. Угу. Угу. Садись давай. Ты чего? Ничего. Ты очень хороший. Непонятно, что бы я без тебя делала. Ну давай. Угу. Ну давай. Садись давай. Ты что? Давай. Вау. А что? Отдай, отдай, это мамина! Ну-ка, уймись! Отдай, это мамина! Уймись, я тебе сказала! Здесь теперь все мое! Пошла вон! Любимый, ты не так все понял! Она чуть колье не порвала! Никто не смеет бить моего ребенка! Пошла вон! Оля? А что произошло? Где Артур? Я у тебя переночую! Проходи! А чья это идея? Моя. Мне семью сохранить надо. А Артур пусть пока остынет немножко. Поругались что ли? Тетя, давай не будем сейчас об этом. Странно все это как-то. Ничего странного. Я так решила. Ну ладно, решил так решил. Проходи. Чувствуй себя как дома. А вот так? Опа! А вы уверены? Абсолютно. Ну раз руку от фигуры оторвало, значит все. Ну ладно, что вы тогда на это скажете? С вашего позволения мат детский. Мат? Ух ты! Ух ты! Ну ладно, в следующий раз у вас не получится. Хорошо. Вот так. Давайте еще партию, а? Да давайте. У меня времени много, хоть до рассвета. Ага. Вот, смотрите. Игорек, вот книжка. Лучшая книжка о шахматах. Книга о шахматах. Рахлин? Рохлин. Рохлин. Не извините. Как курица лапы. Будем выходить на другой уровень. Повышать мастерство. Пора. Привет, привет, моя хорошая. Мой красавец. Тихо-тихо. Здравствуй. Какими судьбами? На такси приехала. Зачем? Поговорить об Алисе. Ну, прости. Погорячилась. Оля, нам не о чем разговаривать. Я своих решений не меняю. Ну, ты же говорил, будешь здесь хозяйкой. Забудь. Забудь. Просто забудь. Между нами все кончено. Артур, ну ты пойми, Алиса, она не золотая. Ее воспитывать, воспитывать надо, а не потакать всем ее прихотям. Слушай, Оля, пошла вон отсюда, а. И быстро. Если ты будешь так со мной разговаривать, то я уйду. И не вернусь уже никогда. С тобой будут разговаривать мои адвокаты. И я подал на развод. Пошла вон. А мне плевать. Вот так будешь один всю жизнь за своей доченькой сюсюкаться. Дурак! Здрасте. Привет. А я знаю, что ты вчера к моему папе ездил, и что вы в шахматы играли. Ну да, пять-ноль продал, как мальчишка просто. Спасибо. Ты даже не представляешь, как для него это важно. Да, не за что. Ну, как для любого человека, который долго лежит в больнице, ему общения, конечно, не хватает. Да кому и рассказывать? Ты все это прекрасно знаешь. Здравствуйте. Здрасьте. Хочу вам сказать огромное спасибо. Выписывайтесь? Да. Насчет того, чтобы приходить к нам почаще, я такого не скажу. И вам, Светлана, огромное спасибо. Да не за что. Светлана, вы знаете, я бы с вами хотел… Игорь Олегович, Света, срочно в операционную сразу двух привезли. Голотрезды. Извините, до свидания. Удачи. До свидания. Ассадия Все кончено. Из-за какой-то дрейной девчонки. Ну, что ж теперь? Все к этому ушло. А имущество? Ну, ты ж получишь что-то при разводе, да? Я ни на что не могу претендовать. Мы подписали брачный контракт. Как? Артур Ностоян. Я думала, потом все переиграю. Чула мое сердце. Не надо было Игоря бросать. Ну… Ты же сама говорила, что Артур — это мечта. Ну, говорила. Живут-то они с мечтой. Господи, Дашка, а почему на полу-то надо обязательно играть? За стол нельзя было сесть. Ну, мама… Свет, ну, пускай играет. На, твой любимый с бергамотом. Ты знаешь, мне Игорь показался симпатичным. Многословный, самодостаточный. Что ты меня уговариваешь? Мне самой нравится. Ну, так… Что? К сожалению, я-то ему не нужна. Может, тебе это кажется? Может, это давно по тебе сохнет тайно? Ну, конечно. Если бы… Свет, нам нужно много обсудить. Ресторан Орхидея, 19-00… И. Что такое И? Привет. А я пораньше пришел? Че застыло? И… Игорь? Игорь, Игорь. А у меня, между прочим, сегодня вечером кое с кем встреча. Да ладно? Ну, похоже, что у меня тоже. Да? Ага. Значит, тебе и мне нужно пораньше уйти. Давай, Светка, собирайся, концентрируйся на работе. У нас пациентка. Давай, давай, давай. Здрасте. Добрый день. Ольга Викторовна, уборку закончила, я пошла. Сколько раз можно говорить? Закрывай мне за собой дверь. Почему у меня в кабинете всегда двери на распашку? не мужа, не работа нормальная. Торчи теперь в детской поликлинике. Как дура. Дашка, раздевайся. Том, спасибо тебе. Ну, куда ты собралась средь бела дня? Тихо. Меня Игорь пригласил в ресторан. Господи, наконец-то дождалась. В какой? Да какая разница? В Орхидею. Прекрасный ресторан. Мы там с Андреем были. С каким Андреем? Все, вспомнила. Коллега, да. Не коллега, у него есть маленькое туристическое агентство. Я тебе чего не рассказывала? Ты рассказывала, я вспомнила. Так, слушай, я надеюсь, что я буду очень поздно. Поэтому ты оставайся у нас на ночь. Ну, конечно. Ну, все, я пойду, а то мне надо как-то еще в порядок себя привести. Иди. Даш, иди сюда. Я тебя очень люблю. Слушайся тетю Тому и веди себя нормально. И я тебе. Я вас обеих люблю. Мы в курсе. Пока. Светуля. Господи, магия. Ну, что мы будем делать? А ты чего предлагаешь, да, Шуль? Ну, как? Ой, какой ты у меня красивый. Осталось только галстук повязать. Мам, ну какой галстук? Сейчас такие не носят. Ну, зря. Ну, а что, волнуешься? Еще бы. А ты не нервничай. Потому что, когда ты нервничаешь, ты начинаешь нести всякую чушь. Серьезно? Игорючек, ну я ж твоя мама. Я же знаю тебя как никто. Столик в ресторане заказал? Обижаешь, мам. А я цветы купила. Сейчас, подожди. А, во сколько вы встречаетесь-то? В семь. Мам, слушай, ну может быть все это отменить, а? Ну зачем? Ну-ну-ну-ну-ну. Никаких. А ну, вставай, кавалер. Вставай. Ты что вообще хочешь, чтобы у входа девушка из-за тебя в ледяную высоту превратилась? А ну, давай быстро. Марш, марш. Игорь? Илья? Да. Это вам. Спасибо. Ну, пойдемте, пойдемте. Ну, пойдемте. Ага. Спасибо. О, здравствуйте. А я вот тут ножик уронил. Вот, ножик уронил. Здрасьте, Ермола. Как вы себя чувствуете? Да, прекрасно. Ну, хорошо, я рада. А я, в принципе, вас и жду. В прямом. В каком смысле? Ну, как в прямом. Я же вам записку написал, ну, помните? Подписал. И, ну, меня ж Илья зовут. Илья Ермолов. Простите, а на кого? Илья. Ну да, да, да. А вот, кстати, наш столик. Хорошо. Я буквально на минуточку. Ладно? Сейчас я приду. Светик. Привет. Привет. А ты? Я вижу, ты моего совета послушалась. Молодец, владец. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Может, присоединитесь? Нет. Вы знаете, у меня здесь тоже свидание назначено. Вот. Ну, приятного вечера тогда. Хорошо? Да. Я вас знаю очень много лет. Да? Да вы что? Тетя Зина часто о вас рассказывает. Боюсь даже спросить, что тетя Зина обо мне рассказала. Много. Разного всякого. А вот вы обо мне ничего не знаете. Светлана, а почему бы в этот прекрасный вечер не выпить бы вина? А? Вы какой предпочитаете? Красный или белый? Мне все равно. Тогда давайте красный. Да. Так. О. Знаете, огромное вам спасибо за то, что приняли мое приглашение. Я даже просто не знал и не думал. И вот вы здесь и… Спасибо. Игорь. Игорь. Ведь вам это не интересно, да? Игорь. Игорь. Алло. Зина. Это я. Что, Эля, не звонила? Ну, нет. Я понимаю, что они только встретились. Ну, ладно. Хорошо, будем надеяться, что они понравятся друг другу. Пока. Возьми. Ну, завстречу. Элечка, давайте анчистоту? Давайте. Меня прийти на свидание вынудила мама, поэтому я здесь только из-за мамы. Вы же не обижаетесь, ладно? Вы замечательная девушка. Боже мой, не поверите. Ситуация идентичная. Да вы что? Да, тетя все уши прожужжала. Сходи на свидание, сходи на свидание. Да нет, я не хочу. Говорит, сходи, сходи. Боже мой, представляете, как бывает, а? Смешно. Да, смешная ситуация, очень смешная. Тогда, может быть, вы ради моего любопытства расскажете мне, кто так красивая девушка, на которую вы все время смотрите. Светлана, а вы знаете, что такое дорога? Нет. Дорога – это экзамен. Экзамен жизни. Дорога – это семья, которой нет. Это романтика, которой слишком много. За ваши глаза, Светлана. А это моя коллега. Коллега? И давно вы ее знаете? Ну, можно сказать, всю жизнь. Ясно. Вот знаете, дорог бывает много. Бывают прямые, кривые, даже круглые. Вот самое главное, чтобы идти по этой дороге, по ямам, никуда не сворачивать. Крепко держать свою боль. Ну так, может быть, мы поужинаем, выпьем за знакомство? Да нет, я, пожалуй, пойду. Ну да. Я думаю, что я буду вам здесь мешать. Хорошо? Ну, может быть, вас проводить? Да нет, не стоит. Думаю, здесь вынуждены. Удачи. До свидания. Удачи. Удачи. Илья, может, вам хватит уже? Да ну что вы, вечер только начинается. Правда? Удачи. Прошу вас. Спасибо. Мне кажется, уже скоро закончится. Можно я буквально одну минуту? Ну да, да, хорошо, конечно. Ну что, видимо, твое свидание тоже не задалось? Ну, как видишь. Я понимаю, что сейчас это все не вовремя. И что для тебя это будет полной неожиданностью, скорее всего. Но мне надо сказать тебе одну очень важную вещь. Сейчас вот как-то захотелось это сделать, мне кажется, я потом уже никогда не решусь. И за что вы меня бросили, Светлана? Сейчас, секундочку, секундочку. Я, простите, там… Простите, ну секундочку, ладно? Сейчас, секундочку. Так что ты хотела сказать? Да не, не важно. Даже к лучшему. Мне судьба. Вызовешь мне такси? Подождите, такси, тогда я вас провожу. Это не обязательно. Подождите, Светлана, ну это же… Я-я-я, я провожу, я провожу, ладно? Я вас догоню сейчас. Официант, что? Ёлки-палки, это же не мой стол. Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. Видишь, Дашенька, здесь я и не вижу. Вот она, вот она. Ну что, пойдем спать? Пойдем в кроваточку. Пойдем, пойдем, дорогая. Не буду спать, я маму подожду. Мама еще не скоро придет. Ты же большая девочка. Давай не будем ее огорчать. А то она подумает, что с тобой нельзя никого оставить. Вообще отдыхать не будет. Пойдем? Пойдем спать. Мишки спят, зайки спят, белочки спят. И Дашулька будет ложиться спать, да? Ну ладно, только я с открытыми глазами лежать буду. Так мама быстрее вернется. Держи лялю свою. С открытыми еще интересней. Давай, высыпай. А я тебе книжечку почитаю. Сланы. Светлана, огромное спасибо за прекрасный вечер. Слушайте, а может это, продолжим? В другой раз. До свидания. Подождите, Светлана, а позвольте меня вас проводить. Прямо до двери. Спасибо огромное за заботу, я сама справлюсь. Подождите, я отказов не принимаю. Ну подойся, ну это же как-то не по-кусарски. Тебе девушка сказала, нет, все, домой, спать. Пошли. Давай. Везет мне сегодня, не везет. А? Продолжим. Все, на сегодня тебе хватит. Давай, домой, спать, спать давай. Давай, подкрывай, осторожно. Давай, молодец. Давай. Оба, оба. Залезай. В голову осторожней. Оба. Молодец. Буду хорошо. Все? Главное. Давай. Оба. Пока. Спасибо. 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 Так. Красавица. Спрашивай про меня. Все, успокойся, я тебя прикрою. Все, успокойся. Светуль, все, успокойся. Садись. Садись. Слушай, какая у нас с тобой вчера ситуация нелепая была. Просили, что поехала провожать. Не знаю, как бы я без тебя от этого Ермолова бы отделалась. Да не за что. Слушай, а ты когда к папе поедешь? Не знаю, что. Да он мне такую редкую книгу посоветовал по шахматам. Вот завтра выходной мне будет. Займусь, обыскать. Ага. Может, ты позавтракаешь? Нет, кофейку по-быстрому. Ну-ка, ну-ка сиди. Я уж поухаживаю. А что? Батюшки. А давай. Так, а тебе как всегда, да? Так, всегда. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Чем могу быть полезен? Я ищу книгу о шахматах автор Рохлина. Вы знаете, вот везде объехал, даже по интернету искал, но никак не могу найти. Я вам больше скажу, к сожалению, вы не там искали. Да. Да. Вот, пожалуйста. Семьдесят первый год издания. Вторая дополнена. Ух ты. Спасибо большое. Ты уже не надеялся. Пожалуйста, пожалуйста. Тетя Томочка, можно здесь спрячусь? Я… Конечно, спрячься. Здороваться будешь? Привет. Привет. Так. Привет. Привет. Ты Дашку не видела? Нет. А она чего здесь? Должна быть. Да? Да. Ну, поищи. Где же Даша? Даша? Да. Куда же она делась? Даша? Да. Тут не видно. Здесь не видно. Даша. Ну, как все прошло в ресторане? Ты мне так ничего не рассказала? Просто катастрофа. Аня, ты что рассказывать? Я в спина зевыду не хочу. Да ладно. Так, ладно. Дашка, я сдаюсь! Ура! Я выиграла! Ты меня не нашла! Не нашла! Выиграла, выиграла. С меня шоколадка. Давай, раздевайся, садись. И представь какие-либо журналы. Да дай ты ей что-нибудь поделать. Я не знаю, там, вон, конверты заклеивать. Ну, сейчас что-нибудь придумаю. Дашку надо к логопеду отправить. Ты слышишь, как она разговаривает? А что, плохо разговаривает? Я не думала об этом. А я вот за тебя подумала. Какая ты молодец! А ты куда намылилась-то? Устраивать свою личную жизнь. Совмещая приятное с полезным. Будем с Андреем подписывать договор о сотрудничестве наших фирм. А, бизнес превыше всего. А я по-другому не умею. Пока! Пока! Мама, можно я тебе помогу? Так, не можно, а нужно. Знаешь что, возьми вот эти конверты и очень аккуратно складывай туда вот эти календарики. Спасибо. Иван Петрович, а я книгу купил. Игорь, ну что? Ой, он спит. Иван Петрович скончался. quiet. Папа! A-a-a! Она иди Arya! Привет. Мамочка, я Игоре наш замок показала, а потом на качелях катались. Вместе. Очень хорошо. Ну как ты? Может, у меня остаться? Нет, все нормально. Ты езжай домой, отдохни. Спасибо тебе. Пойдем, поиграем. Мы же друзья. Давай, держись. Хорошо. Пока. Пока. Да, друзья. Вижу я, как ты на него смотришь. Как на настоящего друга. Ай, ну и вид у тебя, Оля. Жизнь-то, поди, с разводом не закончилась. Ну-ка на, вот накройся. Ты что делаешь? Тоску заедаю. Личной жизни никакой. На работе дурдом. Знаешь, так все раздражает. Хочешь? Нет. Ты знаешь, Оленька, ты о будущем думай. А твой неудачный брак уже в прошлом. Не распускайся. Мужчины эффектных любят. А где они эти мужчины? Ты хоть одного нормального видишь? А ты хотя бы Игоря своего вспомни. Ну, он не идеал, конечно, но выбора у тебя нет. Игоря. Игоря. Не знаю, мы плохо расстались. Подумаешь. Мужчинам ласка нужна. Каблуки, грудь, осанка и вперед, вперед, на абордаж. Думаешь? Да, ну, я уверена. Растает твой Игорь, никуда не денется. А потом, ну, если ты сильно захочешь, я ж знаю, ни один мужчина перед тобой не устоит. Ну, это да. Так, быстро. Глазки вымыла. Каблук, грудь, осанка. Вперед, вперед. Абордаж. Давай. Ой. Уснула. Наконец-то. Хорошо. Светка, у меня серьезные проблемы. Ты мне, конечно, прости, что я тебе в такой день говорю. У меня просто, ну, не с кем поделиться. С Андреем что-то? Вот уже второй вечер трубку не берет. Я тебя прошу, не психуй. Может, он ехал за город, дома телефон забыл, да все что угодно. Не так все просто. Я на днях перевела очень серьезные платежи на его фирму, а по нашему договору он должен оплатить очень ответственный тур. И вот до сих пор деньги не пришли на счета наших зарубежных партнеров. Да ты что? Да просто кошмар. Если платежи не придут, то сто человек не заселят в гостинице. Ты представляешь, какой это удар по бизнесу? Мне надо срочно уезжать. Я тебя прошу, не нервничай раньше времени. Мне кажется, это какая-то ошибка. Может быть. Лишь бы он только сволочью не оказался. Том, я абсолютно уверена, что все в порядке. Не переживай, не накручивай себя. Игорючек, ты где там? Даша сынет. Иди завтракать. Устал вчера. Как света? Света плохо. Ну, это жизнь. Все мы когда-то уйдем. А я даже, между прочим, внуков меня... Мам, ну что ты такое говоришь, а? Ну разве я и не хочу? Да не хочешь ты. Не хочешь ты никаких детей. Ох, опять сухомятку. На, лучше кашу съешь. Угу. Соседка Зина сказала, ты Элле понравился. Несмотря на твои глупые выходки. Ну зачем нужно было все время на другую пялиться? Я вот не понимаю. Мам, ты о чем? Элле не против с тобой увидеться. Ну, в общем, я сказала, что ты тоже этого хочешь. Мам, мне тоже слишком. Давай мы с тобой раз и навсегда договоримся. Никаких встреч и договоров за моей спиной. Хорошо? Игорь, здравствуй. Привет, Ольга. Ты не хочешь со мной разговаривать? Ты зачем пришла? Я хотела извиниться перед тобой. Ну, это уже в прошлом. Желаю счастья в личной жизни. А нет его счастья-то. Мы с Артуром расстались. Почему? Я поняла, что никогда его не любила. Ой, слушай, меня там пациенты ждут, мне работу надо. Да? Ладно. Игорь, мне очень надо с тобой поговорить, но не на улице. Давай встретимся. Ну, давай. Сегодня вечер? Ну, давай сегодня вечером. Игорь. Ой, прости, я тебя испачкала. Ну, все, беги, не опаздывай. Привет. О, привет, девчушки. Здрасьте, тетя Тома. Спасибо, Светка, что пришла. Не представляю, в каком ты сейчас состоянии находишься. А тебе еще работать надо. Ты что, с ума сошла? Я же должна помочь. Да. Когда летишь? Завтра утром. Проблемы на месте буду решать. Да, у Андрея фирма отдадневка оказалась. Забрал деньги и свалил. Гад. Господи, я до последнего надеялась, что он окажется порядочным мужиком. И что все-таки какая-то идиотическая ошибка. Ничего, прорвемся. Ну что, пожелаете мне удачи? Удачи. Чуть не забыла. Телефон логопеда. Только сейчас звоню, я тебя знаю, ты потом затеряешь. Господи. Возвращаться плохая примета в зеркало, посмотри. Точно. Ну, теперь точно все будет хорошо. Пока. Я побежала. Давай. Алло. Здравствуйте, я хотела бы записать ребенка к логопеду. Возможно? Нет, нет, на следующей неделе. Да, устроят. А во сколько? Пишу, пишу. Да, в шестнадцатом. А какой кабинет? Здравствуйте. Да, все, спасибо. До свидания. Мама, я не хочу к логопеду. Если честно, я тоже не хочу. Свет. Свет. Чего? Ты знаешь, Оля совсем не изменилась. Такая же открытая, искренняя. Искренняя? Да. Мне кажется, что он совсем другой. Какая? Хитрая, коварная. Так ты ж ее совсем не знаешь. А может, я сердцем чувствую? А как ты можешь чувствовать человека, если ты с ним не знакома? А? Глупый ты. И в женщинах ничего не понимаешь. Честно? Да мне вообще все равно. Ну, вот и хорошо. Тогда пойду работать. А вот и вправе. Доброе утро! Света! Что с тобой? Света! Игорь Олегович! Света сознание потеряла! Игорь Олегович! Никогда на здоровье не жаловывайся. А тут… Может, беременная? Не говорите глупости. Может, это серьезнее. Так, сначала на МРТ с контрастом. Потом КВЛ подключим. Давайте быстрее. Света, Света, Светочка, что ж у тебя в голове-то? Ну да, явно есть новое образование. Но здесь нужен специалист. А кто у нас лучший нейрохирург? Профессор Зябликов. Я с ним работала когда-то. Зябликов. Значит, найдите его, пожалуйста. Скажите, это очень важно. Может, он к нам приедет. И очень нужна его консультация. Сделаю. Спасибо. Проходите. Благодарю. Здравствуйте, Аркадий Львович. Здрасте. Только что заснула. Скажите, профессор, а что это может быть? Нет, ну так сразу трудно сказать. Анализы нужно делать. Биохимия, повторный МРТ, анкомаркер, эхо сердца, УЗИ, энцефалограмма. Ну, все как положено. Ладно, не будем беспокоить больного. Ладно? Скажите, а этих анализов будет достаточно, чтобы установить точный диагноз? Ну, возможно, если останутся какие-то вопросы, приведем ангиографию и возьмем мелкорный анализ. Ну, так положение может оказаться достаточно серьезным. Ну, ладно. Все анализы реализовать сразу ко мне. Всего вам доброго. Спасибо, Аркадий Львович. Алло. Алло. Вы думаете ребенка из садика забирать? Даша одна в группе осталась. Немедленно приезжайте в сад уже полчаса, как закрыт. Хорошо, спасибо большое. Мы про Дашку совсем забыли. Даша, ну это уму не постижим. Я что, тут с тобой ночевать должна? Нет, ну вы не волнуйтесь. Мама придет, а я уйдет. Обязательно. Вдруг у них какая-то операция важная? Даша! Ура! За мной пришли! Привет, принцесса. Привет. Давай иди, рюкзачок свой возьми, ладно? А вы, простите, кто Дашик? Я Игорь Сергеев, друг и коллега Светы, вот Дашина мамы. Вы со мной разговаривали. Света себя плохо чувствует, поэтому попросила забрать Дашку из детского сада. А, хорошо, пусть выздоравливает. Спасибо, спасибо. Даша, иди сюда. Игорь, а где мамочка? А мама должна быть в больнице. Так что мы сегодня пойдем ко мне в гости, а завтра утром ее навестим. Хорошо? Ну ладно. Давай руку. Пошли. До свидания. Даша, пока-пока-пока. Пошли. Мам. А, иду. Как там сын? Что-то серьезное? Ага, а давай я тебе помогу, а? Я сама. Это только маленьким помогает. Я уже большая. Вот умница. А знаешь, между прочим, дядя Игорь просил меня в школу обуть, одеть. Лентяй был. Правда? Да нет, не правда. Ты че скажи, что ты меня до пяти лет пеленала. Ну, это ж я не помню. Так, хватит болтать. В этом доме нас кормить будут, а то мы с Дашкой очень голодные. Ну, щас, щас. Идем на стул накрывать. Да. Даша! Дашенька, ну не пейки. Я ж тебя заплетаю. Сердь. Кексик возьми. Ну что, вкусно? Да, очень. Какая тебе резиночка красивая. У меня дома еще много резинок. Целый пакет. Да? Вы когда поедете с дядей Игорем за твоими вещами, заодно этот пакетик с резиночками возьмете, ладно? Ну, Игорь, ну что ты все на ходу? Сядь, поешь по-человечески. Времени нету, мам. На шуль поехали. Дашенька, ты, пожалуйста, все проконтролируй. Потому что на дядю Игоря нет надежды никакой. Поняла? Дядя Игорь! Дядя Игорь! Да, Дашенька. Вот еще! Мы его Дина чуть не забыли. А, Дину чуть не забыли? Давай клади туда. Давай пройди везде как сыщик и проверь, все ли мы забрали. Хорошо? Хорошо. Все? Вот теперь все. Молодец, пошли. Так, Дашуль, смотри, сегодня у тебя в 16.00 встреча с логопедом. Напомнишь мне, хорошо? Напомню. Молодец. Иди одеваться. Давай. Дашуль, тебе помочь или ты сама оденешься, а? Я все сама одену. Молодец. Все. Здрасте. Здрасте. Нам нужен логопед. Я вас слушаю. Ничего себе. Оля. Привет. Привет. А что ты здесь делаешь? Я вообще здесь работаю. Устроилась поближе к дому временно. А ты? Это твоя дочь? Да нет, это Даша, дочка моей коллеги Света. Света болеет, я за девушку приглядываю. В четыре у нас назначена встреча с логопедом. Ну, тогда сейчас посмотрим. А я уж было подумала, ну мало ли что. Дашуль, посиди пока. А когда мы с тобой поужинаем? Ты же обещал? Или у тебя сегодня опять много тем? Оль, ты извини, я как-то сразу навалилась и… Давай сегодня, хорошо. Я Дашку после занятия тогда отвезу и сходим куда-нибудь. Как тебе такая идея? Мне кажется, просто замечательно. Совсем от меня только. Ну что, Дашенька, давай посмотрим, что у тебя. Не надо смотреть, у меня все нормально. Мама, когда ты уже будешь? Да скоро, не переживай. А пока ты с дядей Игорем побудешь, ладно? Он тебя в детский сад отвезет. А потом вечером заберет, и вы поедете к нему. Угу. Мандаринку хочешь? Да. Иди. Держи. Спасибо. Игорь, ты маме своей передай мою благодарность. Я бы Томку попросила за ней приглядеть, но она как назло в командировку улетела. Ладно, это все ерунда, ты мне скажи, что у меня с диагнозом? Ждем результатов. Светуль, все хорошо. Все хорошо. Вот тогда побежим, ладно? А долго ждать? Да нет, недолго. Зябликову звоним, что какие-то дополнительные анализы нужно взять. Так что все хорошо. Все хорошо. Все, Дашенька, пошли. Я тебя люблю. Я тебя. Это хорошо. Давай. Все хорошо. Пока. Да. Значит, ты говоришь, немноготуй здесь, Алина? Не вернется она больше? Да. Не верю. Хотя надоело ей ведра таскать, да грязь месить. Надо с ней привычки только. Верить. Со мной ее счастье. Алинушка, здравствуй. Федя, ну как ты там? Хорошо. Вернее, плохо. Но мне без тебя здесь жизни нет. Алина, ну возвращайся. Скорее, я по тебе очень скучаю. Алина, ну возвращайся скорее. Я по тебе очень скучаю. Алина. Кто? Какая разница? Кто? Никто? Ноль. Слава не видишь. Скучает. Ну что, как там Дашка? Тяжело с ней? Да ты что, Дашка прелесть. Она нашу жизнь просто оживила. Они теперь с моей мамой такие подружки. Все время шуршукаются. Представляешь, что мама выдала? Она сожалеет, что у нее не дочка родилась. А то бы она уже внуков нянчила. Ты даже не представляешь, как я по Дашке скучаю. Светик, привет. Здрасьте. Выглядишь прекрасно. Ну конечно. Позже забегу. Болтаем, Игорь. Нас ждут в реанимации. Ау. Все, Свято. Мы работайте. Давай. Да, Оль, привет. Я не могу сейчас долго говорить. Я в операционной. Встретиться? Ну да, конечно, могу встретиться. Да, конечно. Сегодня даже? Да, да, могу сегодня. Хорошо? Да, давай, до встречи. Здесь так хорошо. Наше место. Ты пойми меня. Я слишком долго ждала, когда ты позовешь меня замуж. И тут появился Артур. Спасибо. Сейчас об этом обязательно говорить? Мне просто очень важно понимать, как ты сейчас ко мне относишься. Не знаю. Слишком много всего произошло за это время. Игорь, ты прости меня. Вот так у нас все. Не просто сложилось. Оль, я… Я рад, что мы встретились и вот разговариваем, но я пока не готов. Я тебя понимаю, любимый. Я готова ждать, сколько тебе понадобится. Ну как? Отлично. И еще чуть-чуть и будет мой. Сказал, что пока еще не совсем готов. Странно. Раньше он при виде тебя сразу голову терял. А может у него какая-нибудь другая? Никакой другой у него нет. Откуда? Работа, дом, дом, работа. Все. И самое главное, я сейчас совершенно уверена, что по-прежнему для него мисс Мирова. И этого не изменится. Уверена? Поживем, увидим. Так, повторяй за мной. Ла-ла-ла. А-а-а. Ну что за а-а-а? Где язык? Ну посмотрите, какой сложный ребенок. Нужны индивидуальные занятия два раза в неделю, не реже. У меня запись на три месяца вперед заполнена, так что сейчас запишитесь, через три месяца приходите. Подождите, это долго. Я врач востребован. У меня очередь большая. Ну, вы понимаете, что нам в школу. Ее же не возьмут. А вы можете нас как-нибудь пораньше записать? Я бы с радостью, но… Но это платно. Могу предложить частные услуги. Сами понимаете, недешево. Сколько? Ну, полторы. Полторы? А вы можете поменьше брать? Нет. Это ваше право. Хорошо. Что не сделаешь для ребенка? Ну, тогда вот вам моя визиточка. Позвоните вечерком, и мы обо всем договоримся. Спасибо. Вика, пойдем. Пойдем, давай. Вика, пойдем. Викуся, пока. Все. До свидания. Мам, пойдем сейчас в детский мир. Ты меня после поликлиники Барби обещала купить. Так, Вика, все. Никаких Барби. Мы теперь деньги купим на занятия, да? Иди сюда. Иди. На тебе цветочек и не плачь. Спасибо. Спасибо. Пойдем. Давай. Привет. А я тебя позже ждала. Я даже не успела себя в порядок привести. А разве эта роза была не для меня? Оль, ты че делаешь? Видишь, что они с деньгами туго. Ну, надо же мне как-то зарабатывать. В поликлинике копейки платят. Приходится выкручиваться. Просто рядом нет сильного мужского плеча. Ты извини, конечно. Но не я тебя бросил. Игорь, по-моему, мы все уже обсудили. А давай не будем о работе. Я ж не лезу в твою хирургию. Извините, нужно ответить. Да, Любовь Сергеевна. Да, слушаю, слушаю. Результаты из Абликова пришли? Вот, хорошо. Я скоро буду. Все, счастливо. Нужно бежать на работу. Игорь, давай не будем дуться друг на друга по пустякам. Позвони мне, я буду ждать. Обязательно позвоню. Игорь! Игорь! Ну что? Посмотрите сами. Я не думаю, что так все серьезно. Игорь, ты чего? Ты чего это здесь и домой не поехал? Что-то случилось? Нет, все нормально. А с Дашкой? Нет, с Дашкой все хорошо. Значит со мной? И… Результаты пришли, да? И? Все очень серьезно. У тебя опухоль головного мозга. Так. Понятно. Операбельное? Ну… Сколько? Я… Сколько осталось? Где ты, Наташка? Садитесь, Любовь Степановна, я вас довезу. У меня в голове не укладывается, чтобы такой диагноз, а? На Наташке думать. А что тут думать? Сиротой останется одна дорога в детский дом. Любовь Степановна, ну что вы такое говорите? Какой сиротой, а? Ну а что делать-то? У нее же не останется никого. Игорь, а мама поправится только честно. Ну, конечно же, поправится, Даша. Все будет хорошо. Ты чего? А ты меня как мою маму любишь? А почему ты спрашиваешь? Мама с дедочкой? Об этом уже говорили, что хоть за ней ухаживали другие, но она им отказывала из-за тебя. Дедушка сказал, что это настоящая любовь. Даша, я тебя и твою маму очень люблю. М? Пойдем. Здрасте. Здравствуйте. Доброе утро. Привет, Дашечка. Ну все, вечером я тебя, как обычно, заберу. Будь умницей. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Пойдем, Дашечка. После той встречи на работе Игорь так и не перезвонил бы. Ясно, ясно, ясно. Действовать нужно. Самой с ней встретиться. Опять к нему на работу ехать? Мне кажется, это неправильно. Слушай, а девчонка эта, которую он к тебе приводил, Даша, по-моему? Да, я ее не взяла. У нее и так все более-менее, а так вот пришлось бесплатно возиться. С Игорем я деньги не возьму. На мать ее неизвестно где. А что, без хлеба? Тетя? Ну, только я без хлеба. Да, ну тогда остается одно. Ну, если хочешь, Игорь вернусь. Ты о чем? Да есть у меня одна мыслишка. Ты говорила, он, кажется, с матерью живет? Ну да, а что? Пирог поешь? Не хочу, мам. Игорь, ну съешь хоть кусочек. Не доедай. Ой, горе-то какой. Дашу жалко. Совсем одна останется. Не останется. Игорь, ты что задумал? Я знаю, что делать. Сколько? Девяносто на шестьдесят. Привет. Привет. Светик. А ты знаешь, зачем я пришел? Выходи за меня замуж. Смешно. Ты же прекрасно знаешь, как я к вам с Дашкой отношусь. Вот. И я хочу Дашку удочерить. А для этого нам нужно пожениться. Чтобы не было никаких проблем при оформлении документов. У-у-у. Ты не обязана это делать. Я же все решил. Ой, смотри, твой Дина выпрыгнул. На. Мне его мама купила. Это Тирекс. Тирекс? Я даже таких слов не знаю. Просто я мультики про динозавров смотрю. А как ты думаешь, сможешь меня тоже мультики начать смотреть? Тебе нельзя. Ты уже большой. Ну да, большой. Мама долго болеет. Я скучаю. Скажи, а ты помнишь, где ты с мамой этого Дина купила? Помню. Возле нашего дома. Ага. А давай мы тебе еще одного Тирекса купим. Или как его там? А? Хочешь? Пошли. Алина Сергеевна, это вам. Ой, мне так неудобно. Оленька, ну, наверное, же дорогие. А как? О-о-о. А это моя визиточка. Ну, на всякий случай. Ага. Запах нравится? Боялась, что не угадаю. Удивительно. Ой, Олечка, мне таких еще никто не дарил. Ха-ха-ха. Спасибо. Да не, даже. А правильно я понимаю, что Светлана, мама Даша, для Игоря много значит. Он и ее лечит, и с дочкой возится. Ну, только как друг. Они же много лет проработали вместе. То есть… Игорь сейчас один? Ах, или Саша ты, Олечка, а? Я уверена, что Игорь любит только тебя. Просто, ну, на него сейчас столько навалилось. Совсем забыла. Я же вам конфеты привезла из Швейцарии. Шоколадные. А, ну, давай. Тогда я сейчас уберу. Подожди, только со стола. Прямо с альпийских лугов? Ой, Боже. Угощайтесь. Спасибо. Я вот эту возьму. Алина Сергеевна, мне очень нужна ваша помощь. Я хочу быть сыгрем. Мне кажется, я совершила большую ошибку. Сама не знала, что делала. Но теперь поняла, что всю жизнь любила только его. Вы же мне поможете. Ну что, понравился тебе магазин не игрушек? Да. Только ты мне столько всего накупил, мама бы замечание сделала, если бы знала. Ну, знаешь, иногда детишек нужно баловать. Помнишь, ход? Иди открывай. Два, пять, пять. Ключ. Одиннадцать, пятьдесят пять. Мам. Мы вернулись. А у нас гости. Привет. 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 А у меня вот что есть. Ух ты, какие красивые. А кто тебе их купил? Дядя Игорь. Какой молодец, дядя Игорь. Да. Дашенька, пойдем переоденемся, а то скоро ужинать. Я ожидала тебя здесь увидеть. А я уже собиралась уходить. А, ну пойдем, я тебя провожу. Давай помиримся. Мне так тяжело было. Ну, мне тоже нелегко. Я в себе места не находил. Ты прости меня. Я была не права. Я же врач. Я профессию не за денег выбрала, а чтобы людям помогать. Угу. После этого развода я все никак в себя не приду. И с детьми контакт потеряла, и людям не доверяю. Но это же пройдет, правда? Ты мне поможешь. Ну, посмотрим. Пойдем, пройдемся. Пойдем. Пойдем. Алина Сергеевна, Дашенька, до свидания. Ой, до свидания, Оленька. До свидания. До свидания. До свидания. Проходи. А помнишь, как ты подарил мне эту клач? Ну да. Не представляла, что Артур может быть таким. В смысле? Не хочу вырушить прошлое. Я рада, что от него ушла. Ну хорошо. Давай не будем о прошлом. Игорь, а пойдем ко мне? Тетя сегодня у подружки ночует. Я одна. Оль, давай об этом позже. Сейчас у меня к тебе есть очень важный разговор. Как скажешь, любимый. Только ты меня не перебивай, ладно? Хорошо. В общем, завтра мне нужно жениться на свете. Не поняла. Что тебе нужно завтра? Ну, я завтра женишь на свете. А как же я? Я тебя просил, не перебивай, пожалуйста, ладно? Дай мне тебе все объяснить. Не надо мне ничего объяснить. Мне и так все понятно. То есть ты решила со мной и с ней одновременно. Молодец. Оль, давай не будем вот так вот. Дай я тебе объясню, пожалуйста. Я всегда знала, что тебе нельзя доверять. Оль. Ты бабник? Оль. Все вы мужики одинаковые. Оль, Оля, дай мне тебе все объяснить. Я ничего не хочу слушать. И не беги со мной, как собачка. Больше ты меня никогда не увидишь. Ну, как все прошло? Помирились? Скорее наоборот. Это как это? Сейчас тебе расскажу. В общем, мам, я решил стать отцом для Даши. Для этого мне нужно жениться на свете, пусть даже формально. Ну, как? Да. Я все это пытался рассказать Оле, но она даже слушать не стала. Ну, понятное дело, она расстроилась. А ты ей сказал про диагноз светы? Не успел. В общем так, мама. Даша теперь будет жить с нами постоянно. И об Оле я ничего не хочу слышать. И я надеюсь на твою поддержку. Еще, еще, еще. Слушай, нужно узнать, как оформлять опекунство. Я еще раз хочу уточнить. Вы хотите провести бракосочетание без торжественной регистрации? Да. По-другому не получится. Она что, совсем лежачая? Иначе бы я вас не пригласил. Пойдемте. Проходите. Проходите. Здравствуйте. Вот познакомьтесь, Светлана, моя невеста. А ну-ка, жених, отойдем поговорим. Значит так, я отказываюсь регистрировать брак. Вы что задумали? Где свидетели, где родственники? Может ей в полицию позвонить? Мало ли, вы сейчас женитесь, а потом квартиру у нее отхватите. Вы сейчас очень сильно ошибаетесь. Света, это мой близкий друг, она тяжело больна. Ее дочь могут забрать детский дом. Ну, если, если со Светой что-то случится, я хотя бы успею оформить опекунство, заменить девочке отца. Понимаете? Я даже не знаю, что делать в этой ситуации. Пожалуйста. Пожалуйста, давайте сделаем это не ради меня, а ради ребенка. Пожалуйста. Ну, хорошо, пойдемте. А то невеста сождалась. А вы кто? Свидетель. С чьей стороны? С обеих. Перед государственной регистрацией… Сейчас, секундочку. Сейчас, секунду. Так лучше будет. Сейчас. На. Ага. Ага. Да, да. Продолжайте. Перед государственной регистрацией брака прошу вас ответить, является ли ваше согласие стать супругами свободным, взаимным и искренним. Готовы ли вы разделить это счастье и эту ответственность? Прошу ответить вас, жених. Да. Невеста. Невеста. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации и по вашему взаимному согласию, ваш брак регистрируется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Спасибо. Ну, должен же быть какой-то выход. Ну, вообще-то, профессор Зябликов раньше оперировал подобную опухоль. А почему мне об этом ничего не сказал? Во-первых, это было давно, во-вторых, не все операции проходили успешно, а сейчас он вообще только консультирует. Все равно нужно попробовать его уговорить. Нет, человек он не простой, он не согласится, да и вообще. Вы же с ним работали. Ну и что, все равно без вариантов. Нет, не получится. А я попробую, я попробую. Ага. 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 Здравствуй, это мама Игоря тебя беспокоит. Послушай, нам нужно поговорить. Игорь же списался со Светой только из-за Даши, чтобы девочка в детский дом не попала. В детский дом, а я не знала. Ну так в этом все и дело. Бедняжка еще пожить не успела, а тот такой. Все так серьезно? Да. Да. Игорь говорит, опухоль обнаружили в мозгу. Меньше месяца осталось. Это ужасно. Только я не пойму, а почему Игорь должен заботиться о ребенке? Почему родственники ее не заберут? Ну так нет же никого. Светин отец умер недавно, а про Дашиного отца Света не распространялось. А что же он мне сразу не сказал? Не знаю. Ему, наверное, сейчас очень тяжело. Нельзя его одному оставлять. Я должна быть рядом. Поможете? Здравствуйте. Я к профессору и его коллеге Игорь Сергеев. Аркадий Львович будет с минут на минуту, у него через двадцать минут лекция. Вы присаживайтесь. Да, хорошо, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, Аркадий Львович. Вы простите, что я вас отрываю, но мне просто не к кому больше обратиться. Пожалуйста, проходите. Я прошу вас, ее прооперировать. Вы понимаете, что шансы на успех минимальны. Поверьте мне, при таких показателях ни один вменяемый хирург за операцию не возьмется. И я в том числе. Я не буду делать операцию. Света может стать либо овощем, либо умереть прямо на операционном столе. Это понятно? А я верю в успех. Все равно есть всегда один шанс. Есть шанс. Я настаиваю на операции. Настаиваю, чтобы эту операцию провели именно вы. Правильно, шанс есть. Он называется чудо. Я в чудеса не верю. Я понимаю, вам тяжело, я сочувствую. Но ничем не могу быть вам полезен. Извините. О, а шоколадного кремика-то надо побольше. Дети шоколад любят, должно понравиться. Пусть он попробует, не понравится. Вы для кого еще торт выпекли? Ничего-ничего, все съедят. Потом еще фруктиками украсим. А ты знаешь что? Ты сама-то главное не теряйся. Улыбайся. С Дашей посюсюкой. Ммм, вкусняшка. Маму похвали. А они потом уже и на Игоря повлияют. Ну я тоже посюсюкаю. А вот как? Войду замуж. То от девчонки избавлюсь. Не собираюсь я чужого ребенка растить. А я вижу, ты уже все решила. Дело за малым. Игоря заполучить. А ты что, сомневаешься? Ни капельки. А ты что стоишь-то? Иди уже, готовься. Сегодня должна красиво быть. Аккуратно. Спасибо. Да не за что. Как много нет. Нет. Сначала глазурь. А я вам торт принесла. Сама готовила. Ой, Оленька, ну ты даешь. Ой, у меня чайник там. С вишенкой. Я вишенку хочу. Так, руки. Арина Сергеевна придет. Все вместе будем есть. Сейчас будем чай пить. Дашка, смотри какая вкусняшка. Налетай. Не хочу уже. Даша, ты что? Ну очень вкусно, правда. Я старалась. А это вам. Спасибо. Так, давай скорее налетай, а то мы и сами все съедим. Ну посмотри, тут вишенка, орех, шоколад, все как ты любишь. Ешь, подруга. Вы мне не подруга. Не хочу ваш торт есть. Даша, ешь я сказала. Ешь я сказала. Ну-ка быстро ешь. Ешь. Дядя Игорь, дядя Игорь пришел. Ой, сынок, а к нам вот Олечка в гости пришла. Я вижу. Мам, отведи ребенка в спальню. Пожалуйста. Иди, Даша. Ты что здесь делаешь? Игорь, я тебя в прошлый раз не так поняла. Вот и иди. Дашенька, ты пока поиграй тут, ладно? С динозавриками. Угу. Извини, если что-то не так сказала. А у Светы там все так плохо, да? Игорь, ты знаешь, я готова заменить Дашу маму, когда ее не станет. Ты Свету раньше времени не хорони, а Даши мамой ты никогда не будешь. Уходи. О, ты круглый дурак. Хочешь повесить на себя заботу о чужом ребенке? Я в этом цирке участвовать не собираюсь. Ты ничем не лучше моего бывшего мужа-идиота с его доченькой. Бай-бай. Слышала? Да. Оля, не та женщина, с которой я хочу связать жизнь. И мама, больше за моей спиной ничего не делай. Хорошо, не буду. Да. Эй! Да тетя ушла. Да тетя ушла. И больше не вернется. Привет. Привет. Отойдем. Только прилетела. Проблемы свои решала. А тут такое. Это очень серьезно. Ну, ты со Светой можешь побыть? Конечно. Как это все случилось? Давайте я потом все расскажу, ладно? Мне кое-что надо выяснить. Почему Сябликов отказывается оперировать? В чем причина? Вы с ним работали. Вы должны знать. Из чего вы взяли, что должна быть причина? Ну, потому что врач такого уровня не может просто так вот взять и перестать апеллировать. Понимаете, я не могу об этом рассказывать. Существует в конце концов врачебная этика. Это его личная. Света умирает. Ну, что, вот так просто будем сидеть сложа руки, да? Хорошо, я расскажу. Я работала с ним тогда. Аркадий Львович оперировал свою дочь. Тоже опухоль очень похожий случай. И во время операции она умерла. С тех пор он не может взять в руки скальпуль. Я с ним сам поговорю. Спасибо большое. Аркадий Львович. Да. Здравствуйте. Здрасте. Простите, это снова я. Я вижу. Я знаю, почему вы не хотите оперировать. Пожалуйста, не вистни свои дела, ладно? Из чего это вы взяли, что я боюсь оперировать? Я этого не говорю. Я прошу вас помочь Свете. Уже как коллега. Я понимаю, как вам сложно вернуться в операционную. Но, к сожалению, я сам такую операцию не смогу провести. Но всю ответственность я возьму на себя. Вы мне так ничего не ответили. Вы мне так ничего не ответили. Здравствуйте. В этом инструменты и операционные материалы. И начинаем работать. Наркозная маска, пожалуйста. Хорошо. Мне не нравится энцефалограмма. Давление падает. Так, нужно вводить до кубика ринолина. Это большой риск. Могут произойти необратимые изменения. Вы уверены? Да, я уверен. Вводите. Ну вот. Не вводить пляс, я уволю. В дилема. Ничего, моя дорогая. На Игоря свет клином не сошелся. Ты девушка видная. Без пары не останешься. А знаешь, как обидно? Забудь. Самооценка ниже плиты. Перестань. Ты же у меня настоящая королевишна. Найдешь ты себе еще жениха. Знаешь что, мы твои фотки на сайте знакомств разместим. Вот, а для нихов так боя не будет. Только обязательно написать надо сразу. Одиноким папашам с дочками просьба не беспокоиться. Вот. Узнаю свою Оленьку. Именно такой мужчины сходили с ума. Так что, не раскисай. Держи фасон, Оленька. А я своего добьюсь. Это точно. А вот это правильно. Правильно. А мороженое жрать? Не дам. Федя? Привет, Алина. Привет. Вот. Не буду я брать твой букет. Ты бы хоть поинтересовалась, как у меня в деревне дела. Ну и как? Вот бросил все. К тебе приехал. Соседка обещала за хозяйством присмотреть. Я, между прочим, скучаю по тебе. А я, между прочим, тоже по тебе скучаю. Даже думала навестить. Просто у Игоря много проблем было. Алина, ну возьми. Ну что я с ним как... Алина, я ведь... Я ведь места тебе не нахожу. Ну давай мы с тобой поделимся. Или я к тебе, или ты ко мне. Идем домой. Там все решим. Тихо, тихо, тихо. Ну что ты как? Все прошло просто замечательно. Ты большая молодец. Там во время операции был один серьезный момент. Но он не растерялся. Горжусь. Я вам очень благодарен за то, что вы все-таки согласились оперировать. Я вам как мужа благодарен. Вы что, женаты? Уже неделю как? Вы смелый. Знаете, обычно хирурги не оперируют родственников. А если оперируют, то не всегда удачно. Можно? Не помешаем. Мама, мамочка, я так по тебе соскучилась. Я тоже. Воздух сумасшедший. Сто лет на улице не было. Спасибо тебе за все. Даш! Давай, залезай. Вот, молодец. Полочку дай. Ты посмотри расписание. Когда у тебя будет свободное время, можно поехать документы на развод подать. Дуреха ты, дуреха. После того, что мы пережили, о каком разводе может идти речь? Давай поженимся. Мы женаты. По-настоящему. В смысле? Светка, я тебя люблю. Ой, а что это вы тут делаете? Ну, вот, Игорек. А говорил, не поедет твоя мама ко мне в деревню. Ей теперь в городе, делать-то нечего. Нашенька. Нашенька, нашенька. Того есть, кому присмотреть. Ну, да. Дядя Федор, а можно я к вам в гости не на неделю, а на целый месяц поеду? Мне там очень нравится. Да, конечно, можно. Конечно. Живи, сколько хочешь. Ты ж теперь коровку умеешь дать? Да. Да. Ну, идемте садиться. Мамуль, а когда тебя обратно дождать? Ой, не знаю, не знаю. Сколько выдержу? Придется искать компромисс. Полгода в городе, полгода в деревне. Это я не согласен. Кто же будет за хозяйство посмотреть? Я решил стадо коров завести. Ну, небольшое, около двадцать. Что? Игорь, выгружай вещи. Таше, мы никуда не едем. Да шучу я, шучу. Мне счастливо. Ну, ладно. До свидания. До свидания. Пока. Счастливо. Давай, Терезина. Спасибо. Счастливо. Счастливо.